В Крыму продолжается политика скрытой дискриминации в отношении крымских татар. История Гульнара Бекирова сравнивает действия оккупационных властей с первой аннексией Крыма в 1783 году. Тогда крымские татары составляли на полуострове большинство. Сегодня в Крыму осталось около 300 тысяч представителей коренного народа. Постоянный миграционный процесс всего за каких-то 150 лет превратил крымских татар в меньшинство на своей исторической родине, рассказывает историк. Сегодня большая часть на самом деле крымских татар проживает в диаспорах, проживает за границей. То есть в Крыму то ядро составляет всего 300 тысяч человек. А за пределами Крыма находятся те люди, которые вынужденно уезжали на протяжении полутора столетий. Люди не уезжают от хорошей жизни. Люди уезжают от того, что их жизнь стала нетерпима. Политолог Юлия Тищенко сравнивает сегодняшние события в Крыму с депортацией крымских татар в 1944 году. Сегодня людей не вывозят вагонами, однако происходит массовое давление, запугивание, незаконные аресты, отмечает она. Еще одной общей чертой с теми временами является ненасильственное сопротивление крымских татар. И по мнению Тищенко, культура ненасильственного сопротивления в Украине сегодня малоизвестна и абсолютно недооценена. Після окупації анексії Криму и сам Меджелеси, и кримские татари, и тих, кто остался сегодня в Криму, и тих, кто змушен, кого фактически вычевали из Криму, очень много действий, связанных с информацией о том, что происходит, очень много адвокацийных, ну, принадлежностей адвокацийных заходов, współпрости с различными международными организациями, скажем, декларирование и дотримание действительно ненасильственных принципов сопротивления. Эксперты отметили значимость победы Джамалы на конкурсе Евровидения 2016. Джамала, считают они, выступила в Стокгольме как посол мира. Несмотря на то, что песня сосредоточена на трагедии 44-го года, Европа понимала, что речь идет и о сегодняшних событиях в Крыму, уверены эксперты. И победа Джамалы показала, европейцы чувствуют проблему аннексии глубже, чем мы могли себе представить. Напомним, Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество признать депортацию крымских татар 44-го года геноцидом. Продолжение следует...